Давайте, вот я вас слушаю, у меня такое впечатление, что пост Большевиз как был, так и остался. Сейчас есть больше. Знаете, как были историки 20-30-х годов, фальсификации истории дореволюционной, да? Потому что это у нас держится. И сейчас то же самое идёт. И смотрите, он же написал учебник, в котором будет учиться наш. Нет, это не стоит. И получается, фальсификация она будет всегда. Правда, никогда не будет. Нет, научные, научные школы. Нет, научные школы, то есть каждое время своя, так сказать, история, своё понимание. А вы правильно сказали, а основные вопросы, их никто же никогда не рассматривал. Как они были специфицированы, так они оставили. Не будут, даже всё будет подсказать. Нет, научные школы, то есть каждое время своя, так сказать, история, своё понимание. А вы правильно сказали, а основные вопросы, их никто же никогда не рассматривал. Как они были специфицированы, так они оставили. И будут. Это все будет как спутан. Как я вот упомянул, до конца времен некоторые вопросы, может быть, останутся нерасшифрованными, и попытаться их расшифровать будет невозможно при сложившихся условиях. Может быть, вот эта волна лжи будет нарастать, пока либо не закончатся времена, либо не рухнет эта цивилизация. Потому что, ну, просто вот общее представление о том, что если человек лжет, там, сознательно, или там подбирает всякие факты и так далее, если он лжет, у него вторая реальность возникает. Ему же надо как-то сопоставить вот то, что происходит вокруг него, и его ложную реальность, вот этот S-тип. S-тип, вот эти синестетики, про которых я говорю. Ему же надо постоянно иметь перед глазами две реальности. Ту, которую он видит глазами, и ту, которая у него в голове сидит. Но он же с ума сойдет от этих двух реальностей. То есть постепенно человек, который лжет, он постепенно сходит с ума. А если руководители государства, так, кстати, как и Гитлер постепенно сошел с ума, если лгут постоянно руководители государства, то они сходят с ума. И тогда происходит кризис или крах государственности. Если мы предполагаем, что истина никогда не будет установлена, значит, крах государственности, ну, вот он где-то совсем уже рядом. Вот, знаете, был такой психиатр Крухель, который эмигрировал из Германии в Россию. И здесь он, так сказать, женой, он вообще основатель школы психиатрии немецкой. И он, кстати сказать, когда стали оставлять Москву, он покончил с собой. То есть он взбугался. И вот он, сейчас издана книга интересная, он дал характеристику всех вождей Третьего рейда. И фактически они все, извините меня, шизофреники. Ну, это, наверное, он, конечно, с перебором, потому что, во-первых, там полно было людей очень рациональных и профессиональных, которые просто считали, что они служат государству, и все. Но если лидер ошибается, то это его дело, а мы должны исполнять его приказы. Это их была установка. То есть, но многие из тех, кто вот был источником лжи, они, конечно, сходили с ума. Ну, скажем, вот Розенберг, он с ума не сошел. Как вы за это и повесили. Он фактически, так сказать, больше всех говорил право. По-моему, я даже в вашей книге истинно был. Ну, он пытался... Это более христианина, вот именно еврейский вопрос, за это, кстати, его и повесили. Ну, да, его повесили, скорее всего, за еврейский вопрос, хотя и не дали ему вообще. Он хотел развернуть свою теорию на Неверском процессе, его просто оборвали и не дали ему ничего сказать. Но он достаточно написал, поэтому Бога больше ничего уже не говорит. А это, да, да. То есть, не как врага, а за это и казни. Ну, ты говорите о том, что если люди говорят неправду, то они рано или поздно сходят с ума. Если у нас происходит то же самое, значит, у нас нет просвета в этом мире. Пока мы не видим этого просвета. Нет здоровья. Это не значит, что его не может быть. Он может быть. Ну, я понимаю, надежда умирает последняя. Но на сегодняшний день, получается... На сегодняшний день, по моему аналитическому мнению, мы стоим перед крахом не только Российской Федерации и исторической России, но и всей христианской цивилизации. Стоим либо перед концом времен, либо перед темными веками, за которыми будет какое-то возрождение уже других народов и другой цивилизационной формы. А это показывает свою недееспособность. Ну, они так и говорят, что если придет к нам правитель единого всего мира, то надо уничтожить христианство. Значит, сейчас основная задача уничтожить христианство в этом мире. Ну, и христианство, и мусульманство. Скажу крамольную мысль, что московская патриархия этому активнейшим образом помогает. Да, к сожалению. Утратив половину своих приходов на Украине, они продолжают упорствовать в своей прежней политике. Хотя, ну, как бы, провал настолько огромный, что просто даже представить себе невозможно, чтобы половину приходов потерять и как бы с гуся вода, как говорится.